Яу, ну что, вот и подлетела финальная серия противоречивого Оби-Вана. Всё, сцена, занавес. Но аплодисменты не особо хочу давать. И честно говоря, очень странные ощущения после увиденного. Но я попытался собрать все мысли в кучу и высказать своё итоговое мнение. А прежде чем я начну, я бы хотел сначала поблагодарить всех зрителей, которые оставались со мной на протяжении всех обзоров данного сериала. Ребят, которые были самыми активными и которые мне боль-моль запомнились, вы сейчас видите на экране. Респект вам, пацаны. И респект всем, кто всячески поддерживал и поддерживает наш канал. Лайки и комменты действительно поднимают настроение, как мало нужно для счастья. Заставляют нас не сидеть на месте и придумывать для вас контент. Ещё раз всем большой рахмет. Ну а я начинаю. Очень многое говорили перед выходом шестой серии. Например, что она будет длиться грубо полтора часа, появятся Йода и Квай-Гон, финальная битва Оби-Вана и Вейдера будет на той же самой локации. Как бы всё да, но совершенно нет. По порядку. Я тоже думал, что Хрон завезут Бодрый и мы максимально насладимся финалом сериала. Но шестая, как и остальные серии, составила продолжительность в 48 минут. И это с титрами. В целом она получилась очень компактной и интересной. Ничего лишнего. Все истории персонажей логично завершены. События последней серии продолжают непосредственно пятую. Разрушитель неустанно настигает горстку повстанцев, поливая их бесперерывным огнём. Щиты на исходе и Оби-Ван пытается выманить Дарт Вейдера на себя. Тем самым спасти людей и поступить по законам чести. Лея в этот момент очень резко реагирует, вызвав у меня желание прописать ей шапалак. Но Оби-Ван всё-таки отделяется от группы и на его ход ведётся Дарт Вейдер. Дальше нас ждёт просто джёсткий экшен. Файт ученика и учителя. Битва столетия, которую все мы так ждали. И поверьте, не зря. Мне она очень зашла. На моей памяти так тёмного папу ещё никто не унижал. Это просто избиение младенца. Напомнило, кстати, битву Аанга и Хозяина Огня. Камни летят, мечи сверкают, маски спадают и разлетаются. Да, Хейден Кристенсен вновь порадовал нас. Правда, только одной щелью. И это топ-момент всего сериала. Можно скринить и ставить на рабочий стол. Или делать фан-арты. Образ побитого Вейдера и заплаканное лицо Оби-Вана – это топ. Особенно смешанный дубляж оригинальной озвучки Вейдера и голоса самого Хейдена. И это всё, скорее всего, то, что можно рассказывать своему сыну. И потом вместе поплакать на досуге. Очень по-мужскому драматический момент. И актёры сделали всё как надо. В частности, Иоанн Макгрегор. А если глянуть на локацию, то это поговаривает тот же Мустафар. Но совершенно иной. И я думаю, вулканический антураж снова оказался бы в цвет. Параллельно в серии развивается месть Ревы. Она прибывает на Татуин, чтобы убить Люка. И тут сразу вопрос. Откуда она знала, что этот ребёнок как-то связан с Дарт Вейдером? Объясните, если в курсе. Я вот чё-то не понял этот момент. Но даже если так, то понятно, что ею движет отмщение за друзей, таких же юнглингов, как и она. Но блин, ему вообще похер на него. Он даже не там. Ему нужен только его старый мастер. И потом он сидит у себя на хате и в очередной раз клянётся в верности своему уже новому учителю. Кстати, в номинации «Первое неожиданное появление» побеждает Палпатин. В титрах актёр не указан, но, надеюсь, и скорее всего, это был старый добрый Иэн Макдермит. Но вот Рева. Уже на замахе меча понимает, что убийство Люка ничего ей не даст и выбирает милосердие. И теперь я положительный персонаж и, возможно, увидите меня в следующих сериалах. Вообще, после пятой серии Рева стала импонировать и её конец логичен. Больше вопросов у меня к её похождениям во время всего сериала. И я до сих пор не могу максимально понять её план по свержению Дарт Вейдера. Слишком много вопросов оставляет этот персонаж. Почему украла именно Лею? Чтобы выманить Оби-Вана, окей. А откуда она знала связь между Оби-Ваном и Леей? Зачем ей нужен был Оби-Ван? Втереться в доверие к Дарт Вейдеру? В общем, вопросов у меня куча. И я не хочу собирать эти хлебные крошки. Персонаж как-то слишком много всё знает, но никто не объясняет откуда. А так, Рева молодец, что не убила Люка. Хотя я даже не переживал. Всё и так понятно. И это очередной минус сериала. Мы все знаем, кто выживет и кто когда умрёт. И переживать за знакомых персонажей очень тяжело. Практически невозможно. И внедрять их ещё и в таком большом количестве было глупым ходом со стороны создателей. Особенно Лея. Вообще, считаю этого персонажа максимально ненужным в этом сериале. Он только раздражает, потом про него вообще забывают. Возможно, её внедрением хотели объяснить знакомство с Оби-Ваном. Но я думаю, можно было бы и без неё сделать всё круче. А так, она вернулась домой. Оби-Ван сказал ей коронную фразу всей саги и улетел в закат. А Лея будет расти и естественно появится в новой надежде. А в номинации второе неожиданное появление побеждает Квай Гон и Лиам Нисон. Учитель Оби-Вана появляется в конце серии в виде духа. Такой момент заставил улыбнуться даже меня. Хотя я и не являюсь суперфанатом вселенной. Но Оби-Ван весь сериал призывал к своему учителю и в итоге получил долгожданную встречу с давним другом. Опять всё по-мужски. Ну и по итогу всего сериала. Если его разделить на ровные три части и назвать актами, то первый акт довольно неплохой. Второй просто набор смехотворных и нелогичных кадров. Ну а третий акт наполнен экшеном и наконец-таки серьезными сценами, которые мы все изначально ждали. Сериал по мне вышел противоречивым. Пересматривать я его точно не буду, так как больше всё-таки плохие воспоминания о нём. Наверное буду смотреть только финальную битву Вейдера и Оби-Вана. Уж очень сильно она мне зашла. Диснею посоветую изучать лор и создавать нормальные логичные сюжеты. Не внедрять кучу ненужных и скучных персонажей. Работать над личностями и не гнаться за твистами и неожиданными поворотами. Потому что в основном поворачивают не туда. Вообще очень грустно представлять сериал, который у нас забрали. А точнее, который нам не показали. Оби-Ван мог быть поистине топовым сериалом, но там пока Мандалорец и его место нерушимо. Ещё раз спасибо, что были со мной на канале 320 Дед. Всё, бросаю микрофон. А вы оставайтесь с нами. Впереди ещё много проектов по Звёздным Войнам. И не только. Мы затрагиваем почти всё. Всего хорошего и до скорых встреч. И да пребудет с вами Сила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!